Журнал «Мономах» и ресторан краевой кухни «Русские елки» представляют. Одной из самых рыбных держав мира была Древняя Русь и Россия. На Волге значительную часть населения в городах Руси составляли рыбаки, а в России рыба была на столе и дворянина, и чиновника, и мещанина. В XVII веке ремесло рыбака было одним из самых распространенных в Симбирске. К особо ценным породам промысла рыбы на Волге относились белуга, осетр, стерлядь и севрюга, которые поставлялись на государев рыбный двор. Кстати, нет единого мнения о том, сколько видов рыбы должно использоваться в ухе. Даже крупнейший знаток русской кулинарии Вильям Пахлебкин в разных изданиях приводит разные мнения. В Симбирской губернии находились родовые вотчины Аксаковых. Писатель Сергей Аксаков до конца жизни был страстным рыболовом. В 1847 году он опубликовал записки об ужении рыбы, где подробнейшее рассказал не только о рыболовных снастях и способах ловли, но и дал характеристику каждому виду местной рыбы, описав, среди прочего, и то, какова она на вкус. Для приготовления ухи по-царски нам понадобятся белки куриных яиц, карась цельный, филе судака, картофель, куриная грудка, репчатый лук, морковь, сливочное масло, лавровый лист, перец горошком, укроп, петрушка, водка. В холодную воду следует опустить филе куриной грудки, довести до кипения, после чего вынуть мясо. В марлю нужно завернуть карасей, опустить в куриный бульон и варить 10 минут. Карасей нужно вынуть и опустить в бульон филе судака. Варить 5 минут. В готовый бульон следует залить взбитые белки для осветления ухи и варить 5 минут. Бульон процедить. Морковь и лук нужно крупно порезать, пассеровать на сливочном масле до золотистого цвета, добавить для аромата перец горошком. В готовый бульон выложить пассерованные овощи. Туда же следует добавить картофель, нарезанный дольками. Соль, специи и зелень добавить по вкусу. Филе судака вновь погрузить в уху, довести на медленном огне до кипения и потомить 5 минут. Чтобы ослабить специфический вкус речной рыбы, в уху следует добавить 2 столовых ложки водки. Приятного аппетита! Еще больше вкусных фактов истории Симбирской губернии читайте в журнале Мономах. А за аппетитными яспами приглашаем в ресторан краевой кухни «Русские елки». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин